Привет! Продолжаем изучать Swift. Сегодня у нас более практическая лекция. Мы познакомимся с Xcode, познакомимся с переменными, повторим материал с прошлой лекции и разберем еще сопутствующие темы. Сегодня мы будем писать наш первый код. Итак, первым делом. Первым делом нам нужен Xcode. Заходим в App Store, пишем Xcode. Он у меня уже установлен, вам нужно нажать кнопочку Install. После первого запуска Xcode всегда просит доустановить некоторые компоненты. Нажимаем Xcode и запускаем Xcode. Итак, первое окошко. Что мы видим? Это первое окно Xcode, которое нам предлагает сделать три вещи. Начать с Playground, начать с проекта Xcode и склонировать существующий проект. Пока что мы будем работать в Playground. Обратите также внимание, у меня стоит последняя версия Xcode на данный момент. Это версия 11.5. Если у вас любая другая 11 версия, она тоже подойдет. В правом окне показываются текущие ваши проекты, текущие файлы, с которыми вы работаете. Если вы первый раз запускать Xcode, у вас здесь будет пусто, как и у меня. Но со временем здесь будут появляться последние проекты, с которыми вы работаете. Итак, что нам нужно? Открываем Playground. У нас идет на выбор Blank, то есть пустой, игра, карта и Single View. Нас интересует Blank. Конечно же, убедитесь, что у нас iOS выбранная вкладочка. Мы сейчас не под tvOS, не под macOS платформы не разрабатываем. Мы будем разрабатывать под iOS, хоть и разработка схожа. Поэтому создаем пустой Playground для платформы iOS. Выбираем, где вы хотите его сохранить. Итак, обращаю ваше внимание еще раз на английский язык. У меня установлена английская macOS. Соответственно, все программы устанавливаются по умолчанию с английским языком. Я рекомендую вам хотя бы Xcode переключить на английский язык. Для того, чтобы вам было легче разбираться и повторять со мной некоторые аспекты, связанные именно с Xcode. Также, если у вас возникнут какие-то проблемы с Xcode, легче найти ответ, вбивая пункты меню на английском языке. Ну или любую информацию об Xcode на английском языке. Это упростит вам поиски и ускорит ваше обучение. Итак, первым делом знакомимся с некоторыми основными моментами. Справа вверху у нас есть меню из нескольких вкладок. Нас интересуют настройки или preferences. Первым делом хочу вам сказать, что если у вас светлая тема macOS, то и у Xcode здесь будет белый фон, а не черный, как у меня. Так как программист большое количество времени проводит за компьютером, я советую вам переключиться на темную тему в Xcode. Для того, чтобы ваши глаза меньше уставали. Потому что глаза это основной наш ресурс. Как вы понимаете, те, кто много сидят перед компьютером, со временем начинают ходить в очках, у них садится зрение. И вы можете этому немножко помочь путем переключения на темную тему. Выбираем Font & Colors меню. И у нас есть несколько вариантов. Классический темный, светлый, соответственно у вас все сразу переключается по умолчанию светлый, ну и другие наборы. Обращаю ваше внимание, что каждый из этих тем вы можете кастомизировать самостоятельно. То есть выбрать, например, что стринги будут отображаться другим шрифтом. Тут на ваше усмотрение. Поиграйте с цветами и расцветками, как вам будет удобнее. Возможно это стоит сделать чуть позже, когда вы начнете понимать, что значат все эти слова. Что такое Other Classes Names, Types Names и так далее. Чем они отличаются, чтобы более четко выбрать ту цветовую схему, которая вам будет помогать в работе. Итак, это первое. Затем идем в пункт Navigation. Чтобы у нас с вами совпадало поведение в Xcode, я для себя установил, что Double Click Навигации это использование отдельной вкладки в Xcode. Советую вам поставить так же. Есть также варианты открытия нового окна и Same is Click. Пока что мы не увидим никакой разницы, пока не начнем создавать Xcode проекты. Сейчас мы открыли Playground, еще раз обращаю внимание. А вот когда мы начнем создавать Xcode проекты, вы разницу почувствуете. Это упрощает работу. Рекомендую установить прямо сейчас, когда мы все остальное настраиваем. Также в пункте Common Click on Code есть два варианта. Это Select Code Structure и Gems to Definition. Select Code Structure стала по умолчанию в новом Xcode, в 11-м Xcode. До этого было Gems to Definition. Я продолжаю использовать старый подход, получается. Я рекомендую вам тоже его использовать, чтобы у нас все совпадало. Итак, я сейчас увеличу себе шрифт, для того, чтобы вам было лучше видно. И мы начинаем. Сейчас поговорим с вами о константах и переменных. Мы с вами уже разобрали, что в языке Swift есть разные типы данных. Это int, uint, float, double и так далее. Другие типы, string. Сейчас мы разберемся, куда сохранять эти значения. Предположим, у нас есть строка слава. Куда сохранить это значение и как его затем использовать в коне. Так вот, для этого у нас есть переменные и константы. Друбо говоря, это специальные ячейки, в которые мы кладем какую-либо информацию. А именно, кладем какие-то данные. То есть, если у нас эта ячейка типом int, мы можем в нее класть только целочисленные значения. Если это ячейка типом string, мы можем класть в нее только строковые значения. Что мы видим сейчас в Playground? У нас есть переменная str, внутри которой лежит значение Hello Playground. Каким образом работает эта конструкция? Var – это ключевое слово языка. Это значит, что вы не можете использовать это слово нигде-либо и ни при каких других обстоятельствах. Только в одном специфическом месте для специальной задачи. В нашем случае var – это сокращенное от variable, английское переменное. Соответственно, это ключевое слово обозначает, что следом пойдет название переменной. Таким образом, str – это название переменной, Hello World – это значение, которое лежит в этой переменной. Перед тем, как запустить этот код, я хочу обратить ваше внимание на вот этот вот указатель внизу. Нажмите длинным нажатием на него и увидите Automatically Run и Manually Run. Выберите, пожалуйста, Manually Run. Почему? Возвращаясь к одному из минусов, что у нас есть некоторые проблемы со средой разработки. Это вам уменьшит количество проблем со средой разработки. Так как любое внесение изменений в этот код будет сразу сопровождаться автоматической пересборкой, иногда будут возникать какие-то, ну, может, затупы, да, назовем это так. Чтобы этого избежать, мы устанавливаем Manual Run. Это значит, что код будет запускаться только тогда, когда мы захотим. Что еще важно перед тем, как мы запустим этот код, узнать об Xcode. Справа вверху у нас есть три кнопки. Эти три кнопки вызывают три панели. Вы можете также скрывать эти панели и открывать эти панели. Нам понадобится нижняя панель, в которой мы будем отслеживать некоторую информацию. Итак, запускаем наш код. Нажимаем Play кнопочку и ждем. Обратите внимание, крутится индикатор, который говорит, что наш Playground запущен и начинает работу. Справа мы увидели, что на этой строчке значения или данные, которые хранятся в этой строчке, Hello Playground. Что нам важно знать об этой переменной? Если вы зажмете клавишу Option и наведетесь на переменную, у вас появится восказательный знак. Или Option, или Alt, как вам будет удобнее. Нажимаем и у нас встречается меню, в котором говорится, что это переменная, именем таким. И обратите внимание, тип String. Swift определил, что в правой части у нас значение строковое, соответственно, тип переменной строковый. Давайте немного поэкспериментируем. Я заменю этот текст на цифру. Проверяю тип переменной и он изменился. Это теперь целочисленный тип. Как это можно указывать явно? То есть мы видим, что X-код может определять это на лету. Мы можем даже попробовать поставить дробное значение и убедиться, что по умолчанию у вас стоит Double. Не Float, обращаю ваше внимание, а Double. Предположим, мы захотели установить Float. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно использовать аннотацию типа. Сразу после названия переменной мы ставим два иточия и пишем, какого типа переменную мы хотим. В данном случае я хочу переменную типом Float, поэтому сразу указываю тип Float. X-код мне также подсказывает, что Float может быть 32-битный и 64-битный. В последней версии Swift еще добавили Float 16, специально для работы с графикой. Но это не важно. Итак, мы используем Float. И, соответственно, когда мы проверяем тип этой переменной, она Float. Если мы сейчас пересоберем наш код, остановим его выполнение и снова запустим, у нас высветится 1,3. Если мы удалим троечку и перезапустим наш код, высвечивается единица, как будто это целочисленное значение. Но если мы заглянем и посмотрим более внимательно, у нас напишется 1.0. То есть для удобства нам, конечно, точка 0 не пишется, но по факту здесь хранится 1.0 значение. Для каких целей мы используем переменные? В первую очередь это для хранения в них данных. В данном случае мы сохранили единицу. И единицу мы сохранили типом Float. То есть это не единица, а 1.0. Ниже по коду мы можем использовать теперь эту перемену для разных целей. Давайте попробуем вывести ее на экран. Для того, чтобы вывести на экран какие-либо данные, в Swift существует функция Print. Пока что нам еще рано разбираться, как это работает. Поэтому мы просто внутри Print укажем, какую переменную мы хотим вывести на экран. Перезапускаем наш код. Смотрим внизу 1.0. Нижняя панель это панель консоли. То, что будет выводиться на экран. Обращаю ваше внимание, что показывает панель справа. Она показывает, что в текущей строчке не просто 1.0, а 1.0. Если вы внимательно смотрели предыдущую лекцию, это означает, что слэш-н это перенос на новую строку. Соответственно, если мы еще раз распечатаем это же, это будет отображаться с новой строки. Перезапустим наш код. Мы видим, что любая информация, которая будет выводиться в консоль, она будет всегда выводиться с новой строчки. Потому что Print автоматически добавляет этот символ в конец строки. Кроме того, что мы можем использовать эту переменную ниже, мы также можем ее изменять. Давайте попробуем присвоить ей новое значение. Например, 2. Перезапустим код. Панель справа нам показывает, что в этой строчке теперь хранится значение 2. Если мы выведем на экран опять эту переменную, мы можем видеть, что сначала значение было 1.0, затем оно изменилось на 2.0. То есть, ключевая задача переменных, это изменяться во время выполнения программы. Кроме переменных, собственно, из названия переменная, то есть она меняется, у нас еще есть константы. Константы не меняются во время выполнения программы. Где мы можем их использовать? Например, константа ускорения свободного падения. Логично такие данные сохранять в константах. Как это делать? Единственное отличие, это ключевое слово, которое мы пишем перед объявлением этой константы. Это слово let. Дальше мы пишем название переменной. Здесь может быть все, что угодно. Любое название, которое вы захотите. Назовем его constant. И при своем значении 9,8. Мы уже умеем выводить информацию на экран. Давайте сразу выведем эту информацию на экран. Все отлично работает. Давайте теперь немного поговорим о терминологии. Я произнес такое предложение, что давайте объявим константу. На самом деле, объявление и инициализация, это два разных процесса. Если мы хотим просто объявить переменную. Что значит объявить? Это значит мы ее создаем, но данные в ней никакие не храним. Мы будем хранить эти данные позже. Для этого мы пишем var, ключевое слово для создания переменной. Дальше пишем любое название, которое мы хотим. My variable или my var сокращенно. И укажем тип. Пускай это будет string. Это запись, это объявление переменной. Мы не сохранили сюда данные, а значит это просто объявление. Если мы захотим еще и проинициализировать эту переменную, то нам нужно присвоить ей какое-то значение. То есть сохранить какие-то данные в эту переменную. Объявление и инициализация отличаются. После инициализации мы получаем переменную или что-то, какой-то объект получаем с значениями внутри, с какими-то данными. После объявления мы не получаем ничего. Лишь название переменной и ее тип, что мы будем там хранить. Мы можем объявлять как переменные, так и константы. Хочу обратить ваше внимание на то, как я называю эти перемены и константы. В Swift принято использовать camelCase. Camel, то есть верблюд от английского. Это значит, что каждое новое слово предложений мы пишем с большой буквы. Но самое первое слово мы пишем с маленькой буквы. И у нас получается такой горбик в предложении. Если у нас несколько слов, myConstantNextWord, мы пишем каждое новое слово с большой буквы. Пожалуйста, соблюдайте такой стиль написания. Итак, мы объявили константу. Давайте попробуем использовать в коде и константу, и переменную. Попробуем вывести их незначение на экран. Перезапускаем наш код. И вуаля! Красным подсвечиваются ошибки. Это значит, что наша программа не может выполниться. В ней есть какие-то недочеты, ошибки, и она не может работать. Давайте внимательно прочитаем, что здесь написано. Wearable MyWare used before being initialized. И то же самое про константу. Константа myConstant used before being initialized. Ошибки нужно уметь читать. Всегда обращайте внимание на ошибки, всегда их запоминайте, и вы должны понимать, что они значат. В нашем случае нам четко говорится, что переменная myWare и константа myConstant не были проинициализированы. Для того, чтобы их проинициализировать, нам нужно присвоить им какое-либо значение. Мы можем это сделать в строчке вместе с объявлением, а также мы можем это сделать в следующей строчке, независимо от объявления. То есть, инициализацию мы можем сделать отдельно. Можем сделать в одной строчке, а можем отдельно. Присвоим значение init переменную, и в константу поместим constString значение. Перезапускаем наш код. Отлично, ошибки ушли, и на экран вывелись данные из этих переменных. init и constString. На этом сделаем паузу. Первая часть подошла к концу. Что вам нужно сделать? Установить X-код на английском языке. Второе. Настроить X-код и разобраться с горячими клавишами. Третье. Открыть плэкграунд и поиграться с переменными. То же самое сделать с константами. Помним о том, как именовать перемены, используем camelCase. И держим в голове информацию об отличии инициализации от объявления. Итак, вторая часть скоро выйдет на канале. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал. Пока!